В больницах Ярославля до сих пор остаются 8 человек, пострадавших при обрушении подъезда в жилом доме. Две женщины в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимации. С момента трагедии к психологам за помощью обратились около 70 человек. В настоящее время на месте ЧП спасательные работы завершены. Эдико Лянина с последними данными. Уже не выйти в дверь. МЧС-ники кричат «Скорее! Скорее! Скорее!» Дверь, эту лестницу вставляют в окно. А мы даже документы в таком шоке. Пенсионерка Валентина Алексеевна до сих пор не может прийти в себя. А женщину как может поддерживать супруг. Ремонт это вместе делали. Все одновременно. Потому что стояки меняли. Все проблемы решали. Семью Берник, впрочем, как и еще 24 семьи, разместили в местной гостинице. Совмещенные одноместные и двухместные номера, раздельный санузел, обед по расписанию. Условиями, говорят, довольны. Все, что они могли, они привезли с собой. Что элементарного, если не хватает, там тапочек, еще каких-то приборов, то мы выдаем. Один из номеров выделили под медицинский кабинет. В шприцах успокоительные препараты. Здесь все готово для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Также у нас имеются укладки врача скорой помощи гипотензивные препараты и снижение артериального давления. Если кто обращается с болями в сердце, допустим, им можно предоставить снятие КГ. Не прекращают работать и психологи МЧС. За сутки к ним за поддержкой обратились более 70 человек. Те семьи, которые сейчас переживают гибель своих родственников, они нуждаются в круглосуточной поддержке и, безусловно, в помощи, в организации какого-то личного пространства вокруг себя, в помощи, для того, чтобы представить вообще, как им дальше теперь строить свою жизнь. Врачи говорят, эмоциональное потрясение пережили не только те, кто лишился родных и близких. Психологическую поддержку оказывают и людям из ближайших домов. Пружили, говорю, 46 лет там. Все как-то не знают, как одно сел, и вдруг хоронить надо. Сейчас лишившиеся жилья ходят друг к другу в гости не для того, чтобы поболтать по-соседски. Вместе решают организационные вопросы. Мобильные телефоны и документы многие из них до сих пор не забрали из аварийного дома. Тяжело продавшие находятся в Соловьевке, их трое. В принципе, молодой человек, он у нас проблем не вызывает, то есть, ну, довольно тяжелое повреждение таза, но он будет нормально. С женщинами тоже с одной чуть-чуть получше, с другой чуть-чуть похуже. Но все это решается в первые три дня, и поэтому давайте подождем. Во всяком случае специалисты у нас очень хорошие, и они делают все возможное для того, чтобы люди поправили. Впереди собрание жильцов. Возможно, кому-то еще разрешат войти в квартиры за вещами, но ненадолго и в сопровождении спасателей. Специальный автобус курсирует от гостиницы до разрушенного здания три раза в день. Судьба аварийного дома, говорят представители комиссии по чрезвычайным ситуациям, разрешится, скорее всего, не раньше пятницы. Все это время потерпевшие будут размещены в гостинице. Администрация отеля уверяет, бесплатное жилье и питание всем пострадавшим будет обеспечено до тех пор, пока чиновники не решат вопрос с жильем.